И в самом начале выпуска информация о пожаре, произошедшем ночью 6 августа. Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны в 1 час 10 минут. Горели крыша и чердак в жилом доме на улице Революции. Первыми огонь на крыше жилого дома заметили полицейские. Наряд ДПС в составе лейтенанта полиции Василия Мошкина и капитана полиции Михаила Лисицына патрулировал улицы Ночного города, когда инспекторы обратили внимание на первые всполохи пламени, выбивающегося из-под кровли трехэтажного здания на перекрестке улиц Революции Советской. Полицейские сообщили о ЧП в дежурную часть. Сами же незамедлительно направились к дому. Начали с самого опасного верхнего этажа. Жильцы, разбуженные первыми, присоединялись к стражам правопорядка и старались достучаться до соседей. Начали стучаться. Но я сначала не понял, что это соседи. Думал, кто-то пьяный, может, пришел. Все, я потом подошел к двери, слышал, что там кричат, что горим. Я посмотрел в окно и вижу отложение от окон, что это пожар. Выбежали, чего-то были взять. С маленькими детьми были, с рыбачками. То есть, когда люди забирали детей из кроваток, брали быстрее одежду, которую успели найти, и выходили с них. А первый этаж и третий этаж со мной. В результате из сгоревшего дома было эвакуировано 30 человек, в том числе 11 детей. К этому моменту пожарные, прибывшие на место ЧП по сигналу от полицейских, уже приступили к тушению пожара. Примерно в течение часа происходила локализация пожара. Благодаря профессиональным действиям пожарных, несмотря на то, что такое небольшое количество личного состава и автомобилей было привлечено, не дали развиться пожару. Стоит отметить, что профессионализм пожарных позволил не допустить распространения огня по пустотам стен и перекрытий здания. В противном случае ущерб был бы в разы больше. В данный момент пожарные устанавливают причину возгорания. Лицам, обладающим какой-то информацией о причинах пожара, просим обратиться по телефону 101, либо 6-37-51. Ну а уже утром последствия пожара обсуждали члены комиссии по чрезвычайным ситуациям. На совещании было признано, что дом по стройке 1869 года, износ которого и до пожара составлял почти 70 процентов, вряд ли удастся восстановить. Граждане приходили в администрацию города, где им дали сегодня перечень жилья, в который они должны посмотреть и переехать туда на временный, так скажем, маневренный фонд. Управляющие компании в ближайшие дни порочено законсервировать здание. Далее дело за экспертами, которые проведут инструментальное обследование и дадут оценку его состояния. Вполне возможно, что на основании их заключения дом будет признан аварийным и подлежащим сносу.